Добрый день, кто смотрит это видео. Итак, мы на родной земле, мы в Новосибирске. Сегодня мы утром прилетели в 2 часа ночи. И распаковав чемоданы, я решила все-таки сделать видео, потому что меня тоже всегда это интересует, что можно привезти из той или другой страны. Ну, вот смотрите, вот это наша двуспальная кровать. Смотри, посмотри, что там привезли. Двуспальная кровать, и вот она в тех вещах, которые мы привезли. Я расскажу, потому что все равно кому-то, может быть, это пригодится. Я перед вылетом всегда говорю, что я смотрю видеообзор о тех покупках, которые можно привезти из той или другой страны. И мне это очень помогает, потому что я себе делаю заметочки, что мне бы хотелось. И выручает это здорово. Поэтому не в защите за это видео. Как оно получится, так и получится. Это лично мои покупки. Это лично мои денежки. Поэтому, если мне нужно было, я покупала. Я уверена, что купить, наверное, в России, у нас в Новосибирске в частности, все это возможно. Но, понимаете, хотелось привезти это из Турции. Поэтому я брала то, что мне понравилось, то, что мне, может быть, необходимо. Хотя знаю, что, может быть, мне и не особо это надо было. Но вот такой какой-то азарт, что ли, в покупках. Ну, начну. Начну я, наверное, с продуктов, потому что мы уже часть с аэропорта ехали. Мы уже отдали. Поэтому сейчас приду, детки заберут тут немножко. И раздастся это еще. Поэтому мы начнем. Начнем с продуктов. Буду советовать, или, может быть, не советовать, а просто буду говорить то, что, ну, может быть, не стоит и брать. Потому что я взяла, а, может быть, это и не стоит этого. Ну, начнем с продуктов. По ценам. У меня цены все выписаны. Но в тетрадке. Тетрадку я сейчас брать не буду и озвучивать цены не буду. Что вспомню, если есть этикетка, я скажу. Куда вот без нее? Вот куда вот без нее? Курс лиры у нас 11.45. В среднем умножайте на 12, и будет у вас рубли. Я в среднем ориентировалась так. Ну, начнем с продуктов. Бунь, подожди-ка, отойди вот сюда. Вот такие чаи. Это вот манго. Это гранат. И это кориандр. Мне эти чаи не особо понравились. Вообще, я видела, когда смотрела видео, они были расфасованы в такие коробочки. 100 грамм стоит 10 лир. У нас это получилось в мешочках. Это мне не особо нравится. Вот такая фиговинка. Вот. Но я... Он меня напоил, знаете, мятным чаем. Я как раз болела, и он мне напоил мятным. Продрало так, что я на следующий день побежала дальше. Вот. Поэтому эти чаи я взяла. Я не знаю. Может быть, они мне и не особо нужны. Дальше. Гранатовый чай. Гранатовый чай. Вот этот, тут граммовка, 175 грамм, 15 лир. Вот такой чай. Я его хотела. Вот. Я его хотела. Мне кажется, он нормальный. Настоящий. Хотя, все возможно, не такой я специалист. А может, знаете, по вот этим всем делам. Дальше. Дальше я взяла мигровский чай. Он дешевый какой-то был, с бергамотом. Вот М. Это мигросовский чай. Здесь полкилограмма. Что-то он... Что-то он стоил... Ну, я не знаю. А, вот. Я даже написала 10,75. Он стоил. Ну, вот 120 рублей, 500 грамм. Ну, вот, смотрите. По вкусу я, конечно, не знаю. Я его не заваривала, не запаривала. Не знаю. Пока не знаю. Купили вот такие вот разовые чаи. Там коробочки. Ну, коробки у меня развалились. Я просто показываю по это... По пакетику. Ну, знаете, чай очень вкусный. Очень. Прям мне очень понравился. И вот такой чай тоже. Соус гранатовый. Ну, это обязательно. Это я прям хотела его привезти. Но я лоханулась по чесноку. 10 лир он не стоит. Его можно было бы, наверное, найти и дешевле. Так. Емкость гранатового соуса 500 грамм. Ну, опять же, повторюсь. По-моему, 10 лир он не стоит. Ну, я взяла да взяла. Зачем взяла тунца? Понятия не имею. Мигрос это у них сеть магазинов. Ну, все знают, конечно, Мигрос, Вайкики. Эти магазины тарятся там. Все наши соотечественники. Вот, видела, что брали консервы. Я посчитала, что она не столь дорогая. Здесь две банки по 160 грамм. Ну, я взяла. Если кому-то нужны цены, я найду. Вы под видео напишите, и я найду обязательно. Лукум. Ну, вот такой лукум. Не знаю. Фирму смотрите. Читать и ломать язык и на посмешище я не собираюсь. Я не читаю по-турецки. Вот такая фирма взяла. Фисташка, да. Вот такую с гранатом. Что здесь у нас по граммовке? 275 грамм не открывала и не пробовала. В самой Турции, да, мы ели лукум да лукум. Дальше поехали. Бонечка с фисташкой. Вот 330 грамм. У них 46 лир 90 курушей стоит. Вот это вот халва на 15-48. 15 лир 48 курушей. Что-то купили, хотели попробовать, а не захотели открывать. Привезли домой. Халва с какао. Вот написано какао. Тоже из Мигроса. Шоколад. Он везде. Там 5 с чем-то лир. С фисташкой. Темный и белый взяла. Кофе. Вы знаете, по кофе я кофеман. Сильный кофеман. Но никто меня понять не мог, что такое растворимый кофе. Вот. И поэтому я купила вот такой кофе. Вот так, что это варится в турочке или заваривается это кофе. Поэтому не судьба попить растворимое. Хотя уже надо себя полюбить и пить нормальный кофе. А не бурду, которая там заваривается водой и пьется. Ну, это пешманье. Наша сахарная вата. Всем известная она. Вот это вот стоит 11,95. 11,95 курушей. Мне она почему-то понравилась. Опять с фисташкой. Почему-то у меня много все с фисташкой. Почему я другой вкус не брала? Понятия не имею. Ну и такая в коробке. А, кстати, разные они. Вот этот мискос какой-то. А это какой-то метин. Ну, не знаю. Я могу ломать языки, коверкать. Вы уж извините. Дальше. Пешманье. Вот такое. Просто ванильное. Или какой она тут. Вот такой марочке. Но оно пойдет вот такой маркой. Все пешманье. Дальше. Гранатовое. Это и на подарки. И себе. Мне оно понравилось. Но каждый день я есть не буду, конечно. И опять пешманье. Но в коробке. Митиновская. От такой фирмы. Вот это мы были в Стамбуле. И брала я вот такие вот навес. Разные лукумы. Не пробовала, конечно. Черчхела. Мне понравилось. Вот такие наборы. Они вам упакуют. Мне в вакуум даже они запаковали. Тут половина уже нет. Была полная коробка. Мы по дороге уже ее отдали. Я думаю, вот фирма или компания не она. Потому что они в какую-то одну коробку. Она там стоит деньги. Я сказала, не. Стопе. Мне не нужно эту коробку. Дайте проще. За нее тоже деньги. Что-то здесь вот я отдала. Но около тысячи эта коробка что ли вышла. 100 лир. Даже 1200, наверное. Но они тяжелые сами по себе. Я не знаю. Я просто взяла. Вот просто взяла. А еще вот такой чай. Тоже мне очень понравился. Это тоже пакетик у меня остался. Вот. И вот такой лукум еще. Коска. Ее хвалили. Ее. Эту фирму. Я решила вот на ней тоже остановиться. Идем дальше. Маленько тут. Потом брони. Ну, это такие, знаете, политые глазурью бисквиты. Я пробовала. Ну, с чаем можно. И просто вот они вот такие вот есть. Это конфетки или что, я не знаю. Я не пробовала вот это вот, честно говорю. Привезла мыльца. Разная мыльца. Не знаю зачем, но меня просили. И два я взяла, конечно, себе. Гранатовая, лаванда, оливковая. Вот. Оно приятненькое. Оно такое, знаете, с глазиком. Хорошенькое мыльце. И вот подарочек может быть. Мне нравится. Мне бы подарили. Я бы с удовольствием это приняла. Пошли дальше. Крема для рук, для тела или для лица. Вот точно я вам не могу сказать. Я все это переведу с переводчиком и посмотрю, для чего. Но точно могу сказать, вкус, ой, вернее, запах просто потрясающий. Бомба запах. Крема вот такие вот. Авокадо. Мне кажется, это вот для тела. Особо я, конечно, не различаю тело или руки. Ну, не знаю. Но вот эта арка, ее не очень хвалят. Но мне он понравился. Такой мягкий-мягкий. Впитывает сразу. И прям здорово остается. Послевкусие такое. Ну, запаха я имею в виду. Конечно, духи. А как без них? Может быть, это туалетная вода. Вы меня поправьте. Они по номеру. Но я особо номер не вижу, где, может быть. В общем, я, знаете, я туплю. Один себе оставлю. Остальное отдам. Ну, понятно, у нас теперь коллекция. Вьетнам-тарелки. Эмираты-тарелки. Ну, и с Анталией, и с Турцией. Как не привезти? Знаете, ну, косметичка, конечно, нет. А вот для ключиков у меня и от квартиры, и там от машины вечно болтаются, где попало. Вот. Это я привезла. Ну, а это тоже еще одну побольше сумочку. Мне качество нравятся. На замочке они. Можно сложить всякую билиберду. Купила еще себе вот такую вот осьминожку. Она стоит, сразу скажу, кто будет смотреть, 15 лир. Это получается 120 и 60, 180 рублей. Не знаю уж, люди выписывают ее через Алиэкспресс и другие какие-то носители продаж. Вот она у меня встала в 180. Не знаю, дорого это или дешево. Не знаю. Крепить хорошо телефон. Я пробовала, сняла видео на него. Удобно. В руке ты не держишь.